Мама, я поступил. Именно эту фразу мечтают сказать все абитуриенты после первой волны зачисления. 3 августа все учебные заведения опубликовали первые приказы, в которых бывшие школьники старательно искали свои фамилии. До конца работы приемной комиссии осталось несколько недель, но уже сейчас есть первые результаты. Первый этап зачисления уже прошел в соответствии с правилами приема. 80% от бюджетных мест на каждом направлении закрыты лицами, представившими оригинал документа для зачисления. И сейчас идет вторая волна. Обнаружить свое имя в списке поступивших на бюджетную форму обучения, пожалуй, лучшая награда за старания в школе. Артем и Лена познакомились всего несколько дней назад. Теперь же вместе в одной группе будут постигать основы химической науки. Оба поступили на факультет фундаментальной и прикладной химии. Каждый день я мониторил списки о зачислениях, каждый день я смотрел, проверял все возможные паблики. И когда вчера я утром зашел на сайт химико-технологического университета и посмотрел списки о зачислениях, мне пришлось закрыть окно, чтобы соседи не проснулись от моего радостного крика. Позже я, естественно, чтобы наверняка убедиться, что я поступил, пошел в вуз. Теперь уже бывшие абитуриенты подали документы в несколько вузов. Где-то не хватило баллов, да и далеко уезжать не хотелось. Оригиналы сразу же принесли в ГХТУ и не ошиблись. Я узнала о том, что поступила прямо на этом месте. Я увидела себя в списках. Это непередаваемое впечатление, потому что ты видишь, что начинается новый этап в твоей жизни, достаточно большой, серьезный. И все, то есть он уже начнется через месяц. И пока еще нет чего-то, определенных чувств каких-то. Но радости очень много. Ждут новоиспеченных студентов и в стенах филиала Академии Государственной службы. По сравнению с прочими вузами набор здесь невелик. Ежегодно изучать юридические тонкости и основы госуправления приходят 100-130 человек. Максимальный балл, с которым абитуриентка поступила в РАНХИКС, в этом году – 289 из 300 возможных. В этом году к нам идут очень целенаправленно, потому что у нас хорошая система работы со школами. Школьники участвуют в наших олимпиадах, в наших больших социальных проектах. Люди идут очень целенаправленно, но редко спокойная компания этого года. Конкурс у нас на государственное муниципальное управление 10 человек на место, бюджетное. По юриспруденции 20 человек, но и мест поменьше. Меньше чем через месяц Артем получит студенческий билет Ивановского филиала Академии Госслужбы. Документы подавал и в Москву, но на бюджет не поступил. Проходной балл с прошлого года вырос. Была возможность поступить бесплатно в Санкт-Петербург, но молодой человек предпочел остаться дома. Я выбрал РАНХИКС Иванов, потому что мне близко к государственному управлению, и мне нравится как раз тому, чему меня будут там обучать. Одна треть изучения – это управление, вторая треть – это юридическая составляющая, а третья – это экономика. Как раз эти три сферы мне нравятся. Те же ребята, кто в первую волну не смог занять бюджетное место, теперь ждут вторую. А уже к середине месяца вывесят списки поступивших на коммерческой основе. К этому моменту в Иванове будет несколько тысяч человек, которые смогут с гордостью сказать «Мама, я студент». Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.